17 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3175, тема «Община». Ввиду того, что объединение почти произошло, не придется ли вам быть под водительством местного епископа Максима? Не пора ли заранее наладить с ним добрые отношения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Думаю, что это исключено. Максима или уберут, или еще что-то скоропостижное выйдет. Он мстителен по отношению к своим, а с нами он будет еще круче. Вот самые последние сведения о его злобном характере, добирающем меру. Репрессии продолжаются. Кавычки открыты. Как снежный ком растет количество многотрудных дел епископа Варнаульского и Алтайского Максима. В геометрической прогрессии зреет недовольство не только в кругах священнослужителя, но и простых верующих. На этот раз его всевидящие око и длинные руки достали до Павловска. Огромное число прихожан, заручившись поддержкой Совета Вознесенской Церкви, решили обратиться с прошением к святейшему патриарху Московскому Иссея Руси Алексию II. Дело в том, что главному священнослужителю края не по нраву пришелся молодой приходской священник Иерей Игорь, которого он не замедлил отстранить от несения службы. По словам прихожан, последний не только исправно служил Господу, но и вносил огромную лепту в строительство нового храма, а также открыл две воскресных школы в селе. Чем заслужил отец Игорь нелюбовь владыки Максима и какие тот планы вынашивает, неизвестно. Но молодой священник всего лишь один из многих, кто попал под молоток политики, проводимой епископом. Кто будет следующим, покажет время. Очевидно, что еще ни одно село и ни один священнослужитель пострадает, пока до святейшего патриарха дойдут мольбы верующих. Московский комсомолец на Алтае. 28 июня 5 июля 2006 года. Страница 2. Иерей, отец Павла Ермоленко, из Камня-на-Аби был раздет, ограблен в самом прямом смысле Максимом. И несмотря на то, что отца Павла вынуждали, они и принудили написать покаянное письмо в несуществующих винах, но снятие запрета так и не последовало. Епископ отфутболил стойкого иерея к бывшему коммунисту Николаю Гордиенко, настоятелю. А тот долго изгалялся над непокоренным, несломленным пастырем и выбрасывает его, куда глаза глядят, только бы не оставить отца Павла служить вблизи его дома. Бесчеловечные и жестокие волки пришли в церковь. Книга Деяний Апостольских, 20 глава, 29 стих. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Максим ненасытно требует денег, денег, денег. Книга пророка Михея, 3 глава, 5 стих. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Максим неисправим. Не зря же он перед поставлением встречался с патриархом и президентом, выбирают самых негодных, циничных дельцов, нерожденных свыше, но угождающих властям во всем. Как не хватает ныне истинно верующих, облеченных благодатью обличения. Книга пророка Неемии, 5 глава, 7 стих. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им, вы берете ли хвус братьев своих? И созвал я против них большое собрание. Обращаться к патриарху абсолютно бесполезно, это уже пробовали многие. Похоже, что патриарх мертвее всех мертвых. Евангелие от Матфея, 8 глава, 22 стих. Но Иисус сказал ему, иди за мною, и представь мертвым погребать своих мертвецов. Приятно даже мертвому молва, дивящаяся жизни необычной. Найдутся недруги, привыкшие плевать, с кем не было немало мальской стычки. Казалось бы, лежать-то все равно, но для души отшедшей это важно. Сучок не превратился ли в бревно, не поданное, не назовут ли кражей? На всех понятно нам не угодить, и горе нам, когда все нас восхвалят. Не нанесли ли зряшно где обид, нет жалоб ли на нас от ближних дальних? Несправедливо говорить о мертвых, что будто срам к таким не пристает. Что скажется о тех, кто не делился коркой, нигде не воевал, а знал лишь свой шесток? Был милостивый Ава Иоанн, и помнится о царем Иоанн был грозный. Неужто одинаково им будет там, где раскаяние бесплодно, слишком поздно? С благоговением мы про отцов помянем, и отрицательное с пользой возьмем. Жить по-апостольски, не с кривдой и обманом, ходить и действовать, как подобает днем. Помянут пусть, что Господа любил, и с Библией ходил всегда в обнимку. Не просто заклеймить, что был дебил, не я, а вы на собственных поминках. Вы помните, как часто говорил, что не дожить до срока, вероятно. Умел летать, душе не обрубал я крыл, для вас исследовал и в закрома не прятал. Вы думали, как жить вам без меня, моих дотошностей, что раздражали вас. Я плагиатом не был, не взял взаимы ремня. Чужого хлеба даром не жевал. 3 июля 2006 года. Игнатий Лапкин.